Вкусное молоко Мы с Лешей пришли в ресторан, который называется Монарест Очень прикольное место, она находится на Петроградке, на Островском 47 Мы сели на улице, единственное, кто дерзнул сегодня в плюс 16 сесть на улице Но мы подготовились, нам вообще шерстяная юбка, поэтому все в порядке Здесь очень приятное меню, огромный выбор тостов Есть ваша любимая из гуакамоли, я знаю, что вы это любите Яйца всех видов и пошел, это скрэмбл, бенедикт И даже помимо сырников есть ликотники, вообще очень классно Это еще не все, Леша еще себе закажет круассаны В общем, человек поесть пришел, сразу видно А у меня яйцо бенедикт с авокадо и киноа Красота Друзья, ну это самый вкусный бенедикт, который я ела в своей жизни Просто что-то невозможно вкусное А еще у Леши оладьи с карамелью и банан Тебе как дышится? И все нормально? Еще, да, еще второй кофе уже Ужас Если кто смотрел интервью Варламова с Чичваркиным, то вы знаете, что показатель высокого уровня заведения Это мыло, которое они используют Ну, здесь хоть и не айсок, но все-таки Зара Хоум и все-таки вкусно пахнет И кремиком можно руки намазать Тебе понравилось? Я не про кремик, но пахнет реально вкусно Да, мне все понравилось Потрясающее место, очень вкусно Как выстраивается мой личный рейтинг заведений, которые я люблю Если я готова привезти сюда маму, значит заведение классное А я хочу сюда привезти маму И самые жадные еще берут с собой круассаны Какие выходные самые лучшие? Конечно, проведенные на Петроградке Вкусно позавтракать, выдать вкусный кофе и ходить в костюм Какой костюм у тебя? Мы с Лешей продолжаем нашу культурную программу И мы приехали на Технологический институт Леш, произнеси быстро название проспекта Молодецкий сельский проспект А побыстрее? Молодецкий сельский проспект Что? Многим известны, но у нас в Санкт-Петербурге есть целых два планетария И один из них был открыт не так давно Мне кажется, в том году, по-моему, было официальное открытие Это планетарий номер один на набережной Огодного канала И мы, собственно, туда сейчас и направляемся И чем он славится, так это тем, что он имеет какой-то огромный купол По-моему, 37 метров, мы читали Вот он, красавец Много лет назад глядя на звездное небо Люди каждую ночь замечали много изменений Третье типы звезд внутри каждого из них Самое классное, это, конечно же, куполы, о которых я говорил ранее Много-много проекторов, которые выводят картинку на асферический купол И это все становится одним большим экраном Поэтому на космос было просто офигенно смотреть Очень захватно 360 лет Любой фильм про космос, документальный или художественный Всегда оставляет думать о том, что наша жизнь легчемна Что это всего лишь миг, секунда, доли секунды для истории космоса Мы вышли и я говорю, Леша, что тебе все еще нужно сделать фоточку в инстаграм? И он такой Я... Какая фотка? Песчинка Какие материальные ценности, а о чем вы? Сейчас мы с Лешей бежим на Петровскую косу И у нас будет наша первая настоящая прогулка на яхте Спортивной яхте с инструктором В общем, сейчас мы заходим в специальный трейлер Там мы оставим все свои вещи Леша, там никого нет, нам же сказали Здесь можно переодеться Переобуться Из того, что нужно было взять обязательно Это обувь со светлой подошвой Видимо, чтобы не оставлялись какие-то разводы На самой яхте Потому что они, как правило, были снежные Нам сказали захватить ветровку Видимо, потому что на воде достаточно прохладно Может быть, или может пойти дождь какой-нибудь сильный Вы можете промокнуть Поэтому лучше надевать вещи, которые не очень жалко Не оставлять в открытых кармашках сплой айфон И плюс нужно было захватить перчатки Но мы их не взяли Потому что у нас их нет, к сожалению Я вот даже надела купальник вместо нежного белья А вдруг А может вообще пойдем загорать сразу после? Потому что такая погода сегодня нам прям повезло Я вообще взяла такой белый костюм Как раз, который не промокнет И мои кроссовки со светлой подошвой, как и требовалось Вот эти красавчики Adidas Farrell Они очень удобные, как чешки Пожалуй, самые удобные кроссовки, которые у меня есть Поэтому я долго не думала, когда выбирала, что надеть О том, какие у меня перчатки для занятий спортом И Леш, покажи свои супер технологичные крутые перчи Маш, расскажи, куда мы идем Сейчас мы будем кататься на спортивной яхте Есть разница между обычной лакшери-яхтой и спортивной яхтой Тут нужно прям дергать за трос и направлять самостоятельно В общем, это полноценный спорт И нас сегодня, собственно, будут учить приучать Такой сложный аппарат Мне кажется, у меня ничего не будет получаться Потому что у меня проблемы с вниманием И вообще у меня проблемы Я присмотрю за тобой Вот тоже человек с веселыми перчатками Леш, ты сегодня оделся в морскую тематику? Это совпадение Лениная рубаха Свитер, волоску Внимание, темность синяя с белым Белые кеды Ну, ледяных штаников не хватает Говорили, белые кеды взять Смотрите, кстати, какую резиночку дали 5 очков специально Чтобы они не слетели в процессе Еще бы телефон не улетел Да, вот я думаю, как бы его не похоронить Ни твой, ни мой Если я правильно поняла, судя по инстаграму Ребята, которые открыли эту школу силы ветра Они сами путешествуют по всему миру на яхтах Потому что у них фотографии с Филиппин С Канарских островов С Фарерских островов И везде они просто на тросах Где-то там поднимаются на палубу верхнюю Скажите, а сколько примерно стоит вот та черная? Примерно, я думаю, миллионов Тридцать? Я думаю, что где-то так, наверное Кошмар Ну-ка Полностью с вами согласен Нам не нужна вот та яхта У нас у самих есть номер один цвета Тиффани Нам сказали, что у нее есть название эстетик Ну что, вы готовы? Да, капитан Я вас не слышу Да, капитан Ой, так точно На веревке лучше не хвататься Когда вы падаете Потому что они бегут Ну, если вы совсем падаете Похватался надо за все Я бы повернусь налево И он не должен быть под себя В противоположную сторону И сейчас будем ставить паруса Входим в море Примылаем Бритинный мост Самый красивый мост в Санкт-Петербурге На мой взгляд Вон, стадион Зенит виднеется Леша занимается управлением Только чуть-чуть Сейчас мы управляем черным парусом Ой, правильно? Который называется геннакер Все, поищем парус И нужно следить, чтобы вот этот красный кант Который перед нами не загибался И если он загибается, то нужно вытянуть на себя Господи, надо снять все части лодки Чтобы что-то объяснять вообще Красная кровь-то называется Вот эту штучку мы тянем на себя Чтобы вот эта штучка была расправлена Рукой можно держаться Вот металлический трос, если хотите Который перед вами прямо О, это как? О, это где? О, это где? Сегодня на мне костюм от Головина, который я показывала в веб-буке. Он полностью выполнен изо дна. И он несет в себе какие-то ассоциации с морем, с морской тематикой. Поэтому я решила, что на Петровскую косу нужно точно ехать именно в нем. Он состоит из такой рубашки с диагональным кармашком. Из прямой юбки на запах. И я дополнила все это босоножками, бренд, которых я, к сожалению, не помню. И по возможности укажу в описании со мной моя фананка. Если засветит солнце, на самом деле, просто для имиджа, я ее покупала больше. И сумка, это просто многострадальческая сумка-баул из Юникло, которая уже выгорела и выглядит очень ужасно. Но когда я его так под локоть берешь, то вроде еще ничего. Здесь сюда не только яхты, но и вот такие вот машины. 666, внимание. И такое. И даже вот так. Такой вентилятор просто. Волосы раздуваются по разной стороне. Ну не случайно тут вертолеты и такие дорогие машины. Просто Хрисовский остров. Это, в принципе, самое элитное место для жилья. И здесь самые дорогие жилые комплексы и частные сектора. Это очень важно. Мы могли бы представить, как это стоит квартира в одном из этих домиков на фоне, например. По традиции, помните, как мы оставались в итоге зимой? У нас опять накопился целый пакет с пустыми пластиковыми бутылками, которые некуда использовать. И вот мы, как всегда, пришли в Кусвилл, чтобы воспользоваться их модерным автоматом. В общем, нужно просто класть бутылку штрих-кодом вперед. Он ее считывает и прорабатывает. Мы внесли 15 бутылок. Благодаря вашему участию в проекте «Пандомат» количество вредных выросов в окружающую среду уменьшилось. Спасибо за заботу о нашем городе и о будущем в Калинине. Закончить. Все, пусть. Мы еще с Лешей посмеялись, что если бы мы сейчас были в Германии, то мы бы скорее всего перебегатели после такого вот пожертвования пластикового. Потому что, когда мы там были, мы купили бутылку воды за 20-30 центов, а потом, когда сдали пустую бутыль, заработали на ней евро. Так что это целый бизнес. Для нас с Лешей всегда последними находят сведения о свежеоткрывшихся местах. Собили таких въезд на Василия Островский рынок. Мне кажется, что всякому не лень уже успели его посетить, снять его в сторис, выложить пост оттуда с какой-нибудь вкусной едой. А мы с Лешей так и не добрались. Более того, я даже не знала, где он точно находится. Ну, так по логике только из названий можно было исходить. И, в общем-то, сейчас мы туда направляемся, в это солнечное воскресенье. И я буду показывать, что там такого интересного. Можно попробовать. Теяга, и все, в принципе, в городе. Вот так красиво в кофе. Это самый мощный оверпрайс за последнее время. Мы зашли в кофейню Мэтт. Она очень симпатичная, прямо при входе в Василия Островский рынок. Но я взяла маленький капучино на кокосовом молоке, и он стоит 280 рублей. Там такая миниатюрная чашечка. Леша взял на кокосическом молоке большой капучино, и он стоит 220. Что за несправедливость. Бедные люди, которые пьют альтернативное молоко. Ну, очень дорого. У нас с Лешкой ощущение, что мы сидим где-то в Берлине. Помните, мы снимали вам из Бананца кофе? Настоящий выходной. Китя. Вкусный был кофе? Да, очень приятно. Уже вижу любимый пикицар, конечно же. Вот это заведение «Зеленый сад» было очень классное на Петроге, но закрылось. Вот это то, что есть у «Зеленого сада». Это все вегетарианское или веганское. Здесь недорогие смузи. Хороший выбор. Мансариетческие печеньки есть. Есть штука для любителей авокадо. Посмотрите, это просто огромное меню. В каждом из блюд участвует этот фрукт. Есть даже авокадо-бургер. Есть индийская кухня. Посмотрите, какой красивый нут с карри накладывают в тарелку. Все свежие индийские приправы, соусы. Маленький бао. Никогда не пробовала? Если пробовали, напишите, как вам. Я все не рискну. Если выйти на улицу, то здесь тоже уже стоят столики. Эти чаны наполнены хобо. За ними выстроилась вот такая вот очередь. Сляной в жизнь. У меня поки с авокадо. А у Леши индийская биттер чикен. Бон аппетит. Леша меня рисует. А вот здесь в скором времени откроется продовольственная часть этого рынка. Пока что она выглядит так. Я думаю, что здесь будет красиво. Хотя бы потому, что окна панорамные, много света. Здорово. И симметричный балкончик. А теперь краткое введение в курсе истории. Пока мы сюда ехали, я загуглила, что есть Савиостровский рынок. И оказывается, что он существует на этом месте еще с первых десятилетий после основания Безюнбурга. И это очень прикольно, что здание имеет такую глубокую историю. и уходит камнями далеко в 18 веке. Или как в 18 веке? Да, да, да. Окей, мне позволено. И здорово, что здание не смесли, а просто демонтировали его. И сделали местное притяжение молодежи, гипстеров. И это были какие-то изведения. И все. Какая-то средневековая, да, прям? Приехали в Чехию. Что это за здание? Тут написано особня ПП Форостовского. Построен в 1900-1901 году. Ничего себе. Смотри, какое старье. Смотри, какие красивые стекла. Ага. С гранями. Они еще поликуют нашлись. Сегодня на мне костюм для себя неба, цвета хаки. Он сумасшедшего оверсайз-силуэта. У него квадратный такой большой пиджак. Папина рукава. Я в нем как будто утонула. И он двугорный. Мне он больше нравится в застегнутом виде. Но так как не лезет сумка, не могу это практиковать. На мне футболка и не клоп. Я ее надела, потому что она идеально сочетается с моими новыми красотками. Это коллаборация Puma. И повторюсь, не буду называть имя этого дизайнера. И просто ее напишу вот здесь. Потому что это непроизносимое слово. Хан Кёбр Хан. Что-то такое. Что-то финское. Кстати, не финское, а датское. Датское? По-моему, датчанин. И также на мне сумочка от бренда Polen. Polen Paris в инстаграм. Это уже вторая сумка от их бренда, которая у меня появилась. И я могу сказать, что качество у нее просто потрясающее. Но влазит в нее только мое эго. И все по-моему, да? Все. Каждый год. Мы уже второй год подряд. Санкт-Петербургский марафон. Я не помню, как он называется. Здесь будет название. Устраивают забег. Полный марафон. 21 километр. И в этом году мне предложили поучаствовать в фотопроекте. И быть лицом этого марафона. Поэтому сейчас мы приехали на спортивную. К юбилейному стадиону. И вот тут я уже вижу маленькую рожицу знакомую. Сейчас подойдем ближе. Это снова рубрика «Мама, гордись», я так понимаю. И единственное, что меня бесит, почему им решетки вот прям на лица нафигачили. Что это за... Помаши. Покажи звездочку. Вот так. Ага. Класс. Я и любимый. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok